Сунта великий, я считаю, производитель всех компьютеров, и, в общем-то, я всю линейку поиспользовал D3, D3, потом у меня был D4i, и сейчас вот самая последняя модель, хоть ей уже с 2011, 2019 года она, Сунта D5. Ну, естественно, я расскажу с точки зрения фридайвинга. Что там интересного. Из ключевых характеристиков, самое первое, наверное, это перезаряжаемый аккумулятор. Я помню, что когда в начале сезона у меня выскакивало на D4 battery low, все, это был трэш, то есть надо было в Москву отправлять, в сервис-центр и так далее. Ну и здесь у нас практически смартфон, то есть есть три экрана в режиме фридайвинга, экран времени глубины компаса. Компас, кстати говоря, вот очень интересная штука. Про нее подробно рассказывать не буду, это больше о подводном ориентировании. Естественно, беспроводная связь с смартфоном, разрешение дисплея 320 на 300, но, естественно, мультфильмы на нем смотреть не надо и не получится. Минеральное стекло, в комплекте идет защитная пленка. Безель из нержавеющей стали. Безель это у нас такая штучка, она защищает часы от, в частности, от ударов, от всяких вот там царапин и так далее. Логбук достаточно длинный на 400 сессий, и вот в этом компьютере у Сунта появилась вибрация. Вибрация – мое почтение. Через девятку реально ее можно услышать, точнее почувствовать. Через 9-миллиметровый костюм. Но я не знаю, это я могу почувствовать. Может быть, есть люди, кто не почувствует. Максимальная глубина заявлена 100 метров, и сейчас модно нырять в красивом и ярком, правильно? Поэтому есть много стильных ремешков. Это у меня белые. Естественно, есть фирменное приложение Сунта, в котором можно посмотреть, какой вы герой, что вы наныряли, похвастаться и так далее. Вот первый экран у нас в режиме погружения выглядит следующим образом. Это экран времени, и вот здесь реализована визуальная такая вот особенность этого компьютера. Это дуга хронометра. Мы ее видим, да? На поверхности она будет рисовать вам интервал поверхности или Surface Time. То есть он будет дублироваться обязательно цифрами. То есть внизу у нас цифра, и будет закрашиваться потихонечку по мере вашего пребывания на поверхности. На глубине, соответственно, будет закрашиваться время вашего нырка, и внизу показываться время вашего нырка. Следующий экран – это экран глубины, и здесь тоже визуальная фишка реализована. То есть эта дуга у нас будет закрашивать глубину, и если у вас стоит эларм какой-нибудь предупредительный, да, вы бы себе выставили, например, ну 30 метров, то часть дуги будет красной. И когда, соответственно, дойдет вот этот вот курсор у нас до красного, то компьютер начнет у вас ругаться, что пора, пора, пора. Очень интересная вещь, ее многие недооценивают. Это компас, подводный компас. Если мы ныряем ночью на каком-нибудь водоеме, кто знаком с подводным ориентированием, то можно выйти по направлению. Компас под водой работает. Но тут стоит бесконечность, потому что он у меня не калиброван. То есть нужна калибровка. И экран чисто фридайверский, экран таймера. То есть вот здесь идеально работать со статикой. Ну, кто фридайверы знает, есть такая у нас история, дисциплина такая, статика. Будет закрашиваться время. И внизу, естественно, таймер. Вообще, если посмотреть на самое нижнее поле, то оно во всех экранах изменяемое. То есть, если вы будете щелкать правую нижнюю кнопку, там можно будет температуру воды, скорость всплытия, скорость погружения и заряд батареи. Ну и текущее время суток, естественно, посмотреть. Вот так выглядит синхронизация с телефоном. Жена написала, как раз когда обзор снимал. Естественно, это не смарт-часы. На звонок вы не сможете ответить, но вы сможете увидеть, кто звонит. Естественно, со всех мессенджерах вы увидите, кто написал и что вам, соответственно, написали. Так выглядит родное приложение Сунта. Мне очень нравится первый экран, потому что там календарик. Можно посмотреть, какой активностью вы занимались в какой день. Вот, соответственно, синеньким отмечены дни, когда вы ныряли. Есть, естественно, возможность поставить геолокацию на месте, где вы ныряли. Ну и, соответственно, вся статистика по вашему нырку. Если мы заходим в нырок, и у Сунта есть, естественно, модная штука, как соцсеть. У вас могут быть подписчики, вы можете хвастаться с ними, какой вы крутой и насколько вы ныряли сегодня. Теперь вот из тех ключевых преимуществ, которые я вначале назвал целый список, я выделю именно то, что мне интересно как инструктору по фридайвингу. Шкала визуализации хронограф. То есть это та верхняя. Я дикий фанат механических часов и механики, поэтому мне вот это прямо зашло. Измерение скорости всплытия и погружения. Для тренирующихся фридайверов это прямо очень важная метрика. Громкие сигналы, ощутимая вибрация. То есть даже в самом толстом костюме вы его почувствуете. Читаемый дисплей. Есть здесь сочетание белого с черным и белого с зеленым. То есть оно очень хорошо в мутной воде и на глубине читается. Перезаряжаемый аккумулятор. Ну это прямо вот то, что многие ждали. Есть в массах мнение, что у D5 аккумулятор слабый, но важно то, как вы его используете и что вы, соответственно, отключаете. То есть перед погружением я рекомендую ставить авиарежим. Он отсекает блютуф автоматически. То есть компьютер у вас постоянно не ищет связь с телефоном. Это на самом деле очень мощно его продляет. И когда вы не ныряете, просьба отключать режим фридайвинга на офф, чтобы он работал просто как часы. И тогда у вас очень долго он продержится. Естественно, модная штука – это связь с телефоном и обновляемое программное обеспечение. То есть периодически будут накатывать прошивки новые. Там будет что-то меняться. И в приложении Сунта вы можете настроить все экраны, настроить ваши поля. Выбрать те данные, которые вам нужны именно. То есть все это настраиваемо именно в приложении. Ну и есть классика. Там шнурок и ноутбук. Там тоже можно поставить приложение DiveMaster от Сунта. Добавил субтитры сделал DimaTorzok